Добрый день! Как реагируют? Бывают некоторые моменты, когда меня узнают. Реакция у кого-то нормальная, у кого-то неоднозначная. Причем бывает реакция такая, что мне даже порой сквозь землю хочется провалиться на самом деле. Но столько бывает стыдно, потому что у меня был случай, когда я шел по одному из торговых центров и девочке, которые продают косметику. Буквально на следующий день после выхода первого трейлера говорят «О-о-о, бурецкий жребет!» и захихикали. С одной стороны, конечно, можно было бы порадоваться, что он такие молодые, красивые, на тебя смотрят, замечательно, да? На 30-летнего старичка обращать внимание, да? В тот момент мне было как-то не очень приятно на самом деле. — Бывали негативные, допустим, ребята, которые подходили, что-то говорили? — Да. Вот если говорить о том, когда при живом общении какой-то негатив, да, такое имело место быть. Одно из таких было в тот момент, когда я давал интервью одной из местных газет, где коллега журналистов вышел и очень был прямо так возбужден, так сказать, моим присутствием в стенах этого печатного издания нашего местного, достаточно на повышенных тонах, пытался со мной разговаривать. Да, имело место быть. Вот я пытался до него что-то донести. Не знаю, донес, не донес, это уже другой момент. — Понимаешь людей, которые вот к тебе подходят? — Да, я поэтому стараюсь общаться, и их не так много, кто подходит с негативом на самом деле, да? Тем не менее, я стараюсь со всеми деликатно общаться и, так скажем, на понятном языке объяснять, чтобы они посыл поняли правильно. Потому что самый большой негатив, он вызван названием фильма. Вот. И опять же, благодаря названию фильма в том числе, в том числе, я подчеркиваю, да, вызвана шумиха вокруг этого проекта. Потому что, по моему скромному мнению, этот фильм, «Бурятский жеребец», как его журналисты окрестили первой БДСМ-драмой России, это не мы его так назвали, это так назвали господа журналисты, может быть, они правы, ну, я не могу сказать, да? В том числе, благодаря этому названию, вся вот эта шумиха. Моя мотивация такова. Хочется заниматься каким-то творчеством, да? То есть, чтобы по прошествии определенных лет что-то можно было показать, рассказать, ну, как-то как-то самовыразиться. Первый трейлер «Бурятского жеребца», по-моему, за первые несколько дней посмотрело чуть ли не 60 тысяч человек. Он стал, он вошел в двадцатку самых популярных роликов Ютуба за день. Я уж не говорю о том, что Космополитен печатал, московские телеканалы, да, на нас выходили, за границей печатал даже американский сайт Movie Officials, сделал рецензию на наш фильм. И не всегда людям нужны очень хорошие, качественные продукты. Людям нужна развлекуха. Пришел, посмотрел, посмеялся, там, поржал, там, еще какие-то эмоции получил. Все, получил удовольствие, там, определенное. Все. Я работаю на достаточно серьезной должности. Определенные финансовые блага мне это приносят. Другой вопрос. Все равно как-то хочется чего-то другого. Но это не значит, что я, конечно, сейчас должен работу свою основную бросить, но если будет такая возможность, хотелось бы. Ну, это такая мечта на самом деле. Вот. Не знаю, глупая, не глупая. Ну, какая есть. У кого-то такая мечта, а у меня такая. Отлично. Следующий вопрос от наших зрителей. Какой гонорар ты получил за фильм? Поскольку авторские права идут на мне, я буду получать не гонорар, там будут идти с кассы. С общего проката. Ну, на какой гонорар рассчитываешь? Как пойдет. Почему? Потому что, что касается проката, я уже говорил, в Бурятии его не будет по определенным причинам. Прокат будет в той части России. В принципе, это сейчас быстрее бы шло, я имею в виду вот эти переговоры, если бы, может быть, я сам бы этим занимался. Просто надо, как говорится, живое присутствие, личное общение. Там люди тоже непростые сидят. Поэтому общаются мои товарищи, на которых я, в принципе, ну, так скажем, очень рассчитываю, пока мне какой-то конкретики не сказали. Был такой вопрос, будет ли показ в Улан-Удэ, его не будет. А почему? Нам его, в принципе, никто запретить не может, потому что прокатка на руках, соответственно, смело иди договаривайся, да. Просто мое общение с людьми, которые действительно серьезно стараются заниматься кино, показывает, что, ну, по крайней мере, со слов этих ребят, то, что в Бурятии на данный момент многие фильмы не окупаются. Все ругают, ой, ерунда, ерунда, не пойдем смотреть, а сами-то в надежде ждут. В принципе, есть такие люди, наверное, которые хотят посмотреть. А если они есть, меня это радует, конечно же. Потому что зачем делать что-то, если ты это не хочешь показать? На какие фильмы вы раньше ходили на кастинг? Так, на какие фильмы я ходил, дай бог памяти. В «Гастролеры» я на кастинг не приходил. Там момент был какой, поскольку там я снимался в эпизоде, там это было, если не ошибаюсь, в республиканском бизнес-инкубаторе, если помните, да, я просто мне позвонили, сказали, вот, можно в эпизоде сняться, я пришел, все, мне даже там какая-то реплика была небольшая, причем, когда в финальном итоге я фильм смотрел, мое лицо и голос абсолютно другой. Вот, забавно так было смотреть «Такси нашего города», также я вот туда полноценно пришел на кастинг, вот, и прошел на главную роль. Фильм хороший, добрый, хотя имеет очень большие недостатки на самом деле. Батор Доржиев снимал в этом году фильм «Чистое искусство», где главной роли снимался Илья Лапин, известный улан-удэнский ведущий. Вот, у меня там роль в небольшом эпизоде была, там я проходил кастинг полноценный. И, 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 у Саубона Лагденова, я не помню, там в фотосессии я проходил, потом по определенным причинам мне не удалось там продолжить участие. На Байкал-3 я проходил кастинг, вот, и, 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 и еще один фильм про 30-е годы прошлого века, не знаю, как называется, не помню, врать не буду, я его не смотрел, потому что, вот, я проходил, но что-то как-то там какие-то непонятки вышли, поэтому ничего сказать не могу. Так что-то пытаюсь бегать, хотя, наверное, смешно, когда человеку 30 лет, он бегает по кастингам, болеет дурака, ну, что поделаешь. Как отреагировали родственники? Да, вот, сбился чуть-чуть, прошу прощения, вот, зная мое желание, да, в принципе, адекватно, главное, никого не убил. Самая сложная сцена в фильме? Сложно было, был момент, когда надо было заплакать, вот такой момент, то есть, перед тем, как это снимать, вроде сидишь дома, так готовишься, да, слезы катятся, все хорошо, думаешь, блин, да я смоктуновский, непризнанный, когда дело дошло до съемок на следующий день, несколько часов мы сидели и ждали, пока что-то у меня польется из глаз. Оно пылилось, потому как бы с большими усилиями. Спасибо большое за то, что пришел. Это была программа «Семь вопросов». У нас в гостях был актер фильма «Бурятский жеребец» Михаил Апальков. Спасибо тебе. А вам спасибо, что пригласили.